407 лобнинских 11-классников в первый день зимы писали итоговое сочинение. Оно является допуском к единому госэкзамену. Наша съемочная группа побывала в пункте проведения экзамена, расположенном в школе номер 7. Итоговое сочинение – допуск к единому государственному экзамену, поэтому так важно получить зачет. Конечно, предусмотрены и резервные дни для тех, кто отсутствовал по уважительной причине или не справился с первого раза. Это 2 февраля и 4 мая. Итоговое сочинение отличается от обычного. Это свободное размышление на духовно-нравственную или философскую тему с опорой на источники. Причем речь не только о художественных произведениях школьной программы, но и о том, что прочитано за ее рамками. Будущие выпускники рассказали нам, что предпочитают произведения Толстого и Достоевского, Гоголя и Пушкина, Беляева, Брэдбери и Ремарка. Конечно, признаются 11-классники, на экзамене присутствует волнение. Но все-таки преобладает уверенность, что все справятся. У меня вообще волнения никакого нет. Ну, потому что мы 11 лет учились. Как нам говорила наша учительница по русскому языку, за 11 лет мы хоть что-то-то выучили и что-то у нас в голове есть. Главное – достать это вовремя. Ну, я думаю, что мы все задим, и все будет хорошо. Ну, конечно, ответственность есть перед этим, но если ты к этому серьезно относишься, там, читаешь литературу какую-то, может, и начитанный, то, я думаю, ты очень просто напишешь и исправишься. Ну, я предпочитаю по литературным произведениям, так как некоторые вопросы, они спорные. То есть даже мнение ученика может не сойти с мнением проверяющего, поэтому лучше выбрать конкретную тему, по которой ты знаешь аргументы уже. В этом году ребятам были предложены следующие темы. Почему людей привлекает идея путешествия во времени? Согласны ли вы со словами Андрея Вознесенского «Все прогрессы реакционны, если рушится человек?» Когда слово становится преступлением? Произведение какого писателя, композитора или режиссера я бы рекомендовал своим друзьям? В чем может проявляться любовь к своему отечеству? На написание сочинения выделено 4 часа. И хоть ЕГЭ в нашей стране уже более 10 лет, споры о его минусах и плюсах не прекращаются даже среди выпускников. Дети испытывают огромный стресс перед экзаменами, перенапряжение обстоянное происходит, то есть нервные перегрузки. Поэтому я, конечно, выступила за отмену ЕГЭ. На мой взгляд, ЕГЭ нужно оставить, потому что для подготовки к ЕГЭ ты все равно получаешь какие-то знания, что-то читаешь, подготавливаешься. И тем самым получаешь знания. Мне кажется, лучше вернуться к билетам. Я думаю, что так было намного легче. Мы знали заранее людей, какие будут темы, как все нужно учить. А сейчас это огромный поток знаний, и порой не справляешься с этим. Особенно, когда 2 или 3 экзамена. А некоторые задают и 4. Знаете, ЕГЭ – это вообще палка о двух концах. То есть, с одной стороны, вроде как и хорошо, но с другой стороны, ЕГЭ охватывает лишь только малую часть предметов, по которым мы сдаем. И я считаю, что ЕГЭ – это не показатель знаний. ЕГЭ – это чисто удача. В зависимости от варианта, который тебе попадется. В этом году в Лобне ЕГЭ сдают 407 11-ти классников. Кроме традиционных пунктов проведения экзаменов, расположенных в школах 5 и 7, организованы два пункта на дому для ребят с ограниченными возможностями здоровья по рекомендации психолога-медико-педагогической комиссии. Все пункты оборудованы согласно утвержденным требованиям. В школе номер 7 экзамен сдают 214 человек, в школе номер 5 – 191. Каждый из них под ЕГЭ заняты по 17 аудиторий. Выпускники прошлых лет для сдачи экзаменов должны обратиться в 110-й кабинет Управления образования. Прием ведется в Управление образования. Они пишут заявление, приходят с документами. Это выпускники прошлых лет и также те, кто обучается в среднепрофессиональном образовании на колледжах. На сегодняшний день подали заявление около 18 человек. Да, но они могут подавать до 1 февраля. Всю информацию можно найти на сайте и страничке Управления образования в Инстаграм. Лариса Панина, Алексей Орлов, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания Лобни.